Ливневый паводок, сошедший по улице Гребенской во время стихии 18 октября, затопил набережную. Мощным потоком выворачивала плитку, а дорогу к морю вода проложила, размыв песок на центральном пляже и образовав ров. Чтобы привести здесь все в порядок, потребуется немало усилий. Но выполнить эту работу глава Анапы поручил в кратчайшие сроки. Сотрудники МУПАКу взялись за восстановление пляжа. Ну, после ливневых дождей, вы видели, как промыло, ров сделало, целая речка идет, поэтому ее надо засыпать. Производим засыпку песком. Вот сейчас только что уехала восьмая машина, это уже 160 кубов, но кубов 400 сюда надо будет завести, чтобы засыпать, потом и трамбуется, и делать площадку. У Гребенских ворот тоже трудится небольшая ремонтная бригада. Воды было так много и неслась она с такой скоростью, что плитку у входа на пляж размыло по всей набережной. Восстановить покрытие взялись собственники соседних кафе. Дорожные работы идут на улице Краснодарской. После воскресного обследования территории курорта Сергей Сергеев обратил внимание на яму у стадиона и центрального парка. Предприниматели замечания мэра услышали и взялись за ремонт. Устранить следы разгула стихии необходимо как можно быстрее, пока погода благоприятствует. Уже в предстоящие выходные, по прогнозу синоптиков, нас ждут осадки и похолодания. Произошедшим уже 18 октября власти дали предварительную оценку на заседании КЧС. Был введен 18 числа режим чрезвычайной ситуации. Ввиду, можно назвать, не подтопления, а наводнения, которое произошло у нас. Ну, коротко скажу то, что изучил, причина. Ну, во-первых, там, где у нас основная масса воды пришла к морю, когда-то была река. Ну, рекой ее нельзя назвать, а речка. Это раз. Мы ее добросовестно, наши предки, похоронили в земле. Второе. В районе, там, где сейчас построена Красная площадь, строится микрорайон Горгипия. Было так называемое Сухое озеро. Ниже отметок города, которая влагу, которая приходила туда, в том числе и сверх нормы, не в таких количествах, в меньших, но удерживала от того, чтобы она приходила в город. И третье. Это нарушение нашей естественной защиты, песчаной дюн. Это основные причины. На мой взгляд, дороги, проезжие части, не справлялись со спуском воды. И кое-где вода поднималась за 70-60 сантиметров. Какая там ливневка справится? Вот. Но я хочу всех поблагодарить за ту работу, которую выполнили. Работу провели большую. Нам удалось, первое, предупредить людей. Второе, избежать человеческих жертв. Это самое главное, чего мы достигли. Сейчас в Анапе работают комиссии по оценке нанесенного стихией ущерба. Продолжение следует... ... Продолжение следует...